Денис, снова приветствую тебя на нашем очередном видео технического и фундаментального анализа. Разбираем самые интересные возможности, которые в моменте удается нам найти. Друзья, делаем мы это для вас, чтобы у вас была инфа, подспорье какое-то для принятия инвестиционных решений. Конечно же, это только лишь наша субъективная точка зрения, но мы стараемся, опять же, попадать в цель. По событиям этой недели отмечу, что для доллара вот эти, получается, четыре оставшиеся торговые дня могут быть очень важны, поскольку конференция в Джексон Холле, собственно, открывать ее будет Джером Пауэлл и открывать будет как раз перспективами американской монетарной политики. Мы на прошлой неделе видели, как протоколы очень сильно раскачали движение на финансовых рынках. Я допускаю, что в случае с выступлением Пауэлла этот эффект будет помножен в несколько раз. Поэтому нужно быть, конечно же, бдительными, внимательными к тому, что происходит на рынках, контролировать загрузку депозита, собственно, контролировать плечо. Ну, а мы будем помогать вам еще информацией. Давай тогда непосредственно к демонстрации экрана и к тому, что можно найти интересненького сегодня. В целом, наверное, какой бы мы инструмент сейчас не затронули, мы бы легко могли бы убедиться в том, что все инструменты ходят активно. И действительно, за этой волатильностью скрываются возможности. Я пока что не стал бы распыляться сейчас на какие-то красы, посмотрел бы на классику, в том числе рынка Форекс. И сегодня, например, можно начать с динамики европейской валюты против доллара. Евро сейчас котируется на отметке 1.1830. И, Денис, ты знаешь, глядя и оценивая перспективы доллара с точки зрения фундамента, я все равно продолжаю видеть индекс доллара ниже отметки 92 пункта. Поэтому было бы странно, что если бы я оставил на снижение индекса американской валюты, при этом бы давал как бы ожидание прогноза на снижение главного валютного риска, там закрепление ниже отметки 1.16 и так далее. То есть я останусь верен позиции того, что раз я не сомневаюсь в слабости индекса американской валюты, по евро нужно присматриваться к покупкам. Вот если посмотрим четверочасовой таймфрейм, вот у меня здесь скользящая средняя есть, 137-й период, немножко ухожу в технику, но посмотри, как круто отработался этот уровень, в принципе последовал разворот, и вот мы сейчас активно растем. Как работать с европейской валютой в моменте? Для тех, кто все-таки не привык рисковать и привык отрабатывать движение от каких-то уровней, значений, то можно попробовать, опять же, подождать закрепление пары выше отметки 1.1860, вот на вот этой скользящей средней, и уже оттуда покупать в расчете на переха и движение отметки 1.20. Я абсолютно уверен, вот это может быть моя ошибка, но мне почему-то кажется, что уровень 1.20 европейская валюта точно сделает, и, возможно, произойдет это уже не когда-то там, через несколько недель, может быть, даже уже до конца текущей недели, учитывая то, что у нас такое мощное событие на доллару. Также, друзья, тем, кому нужна дополнительная информация, у нас есть в рамках компании «Амаркетс» индикатор рыночных настроений. Так вот, по евро-доллару он сейчас показывает в очередной раз серьезный перекос расхождения между покупками и продажами, то есть сейчас большинство трейдеров продают, опять же, в расчете на то, что снижение может продолжиться. Руководствуясь практикой, только при таком подходе можно сделать вывод о том, что рынок пойдет в другую сторону. Поэтому здесь еще на стороне покупок европейской валюты и психологии. И также хотел еще затронуть ситуацию на рынке нефти. Возможно, кого-то бесит то, что происходит сейчас на рынке углеводородов, потому что цены, по сути, не меняются, есть какие-то всплески, и мы все равно возвращаемся к уровню, вокруг которого, в том числе, уже целый месяц. И вот для Brent это 45 долларов за баррель. Сейчас в копировке 45.21. Вот этот выкуп, который наблюдается, ну, можно сказать, еще с конца торговой сессии пятницы, он обусловлен тропическими штормами, которые вот все верят в то, что перерастут в ураган. Может произойти это, по-моему, уже в четверг. Я хочу напомнить то, что влияние штормов, психийных бедствий для рынка нефти, оно никогда не было долговечным. И вот эта коррекция в пятницу, в большую часть дня, она как раз и дала нам почву порассуждать на то, что не накопили ли продавцы достаточной силы, чтобы все-таки дать импульс для снижения в район 42.50 и ниже. Я думаю, что как только рынок оставит в покое тему с тропическими штормами, мы по бренду WTI увидим эту коррекцию, и сейчас я предлагаю в качестве сделки уровень 44.90. Опять же, стоп-лосс можно поставить на 45.50, ну, то есть если улетим к верхней границе этого коридора в Боснии с нефтянкой, тогда оставим ее в покое. А в качестве цели 42.50. Тоже допускаю, что выйти из этого коридора мы можем попытаться уже до конца этой недели, но, в принципе, у нас с тобой следующий эфир будет в четверг, там уже, наверное, актуализируем ситуацию. Передаю слово тебе, Ленис. Так, хорошо слово взял и показ рабочего стола запустил. Значит, касательно ситуации по евро. Я, пожалуй, отношусь к тем брейдерам, как выразился, большинство, которые все-таки больше за продажей. Дело в том, что на прошлой неделе еще есть, я, скажем так, топил исключительно за покупки евро, и, в принципе, это не безосновательно. Первую цель у меня, она стояла 1.19.50, ее рынок благополучно здесь взял, сделал внутреннюю кульминацию, и сейчас вот прошла у нас коррекция. По большому счету, на данный момент, пока я не готов утверждать, что эта коррекция закончилась, если честно. Почему? Потому что, хоть перекрытия важного, значимого и не было, но сейчас фактически у нас цена уперлась вот в данный диапазон накоплений. Вот можно очень хорошо выделить у нас вот здесь область классная была, накопление сделано на неделю, получается, позапрошлой, позапозапрошлой и еще три недели назад. То есть вот эта область поддержки однозначно сильная, ее, как правило, в первого раза не проходит. Плюс вверху сопротивление у нас представлено также еще в достаточно двух мощных областях, и плюс ко всему здесь же еще и депо, плюс одна вторая маржинальная зонка. Поэтому при такой комбинации я склоняюсь к варианту, что попытаюсь все-таки откорректироваться, возможно даже снести вчерашний стоп, кто ставил в районе локального максимума, и потом все-таки добить в район 1.17. После этого, по большому счету, я ничего не имею против роста уже на 1.20. Действительно, такое может быть. Тем более, я просматривал тоже по опционному анализу, то больше перекос в сторону роста. Но это уже будет другая история. Я думаю, это как минимум в четверг, а то и в следующий вторник сможем это просмотреть. Тем более, у нас, как я уже говорил, на носу и Джексон Холл, и плюс ко всему еще и ВВП за второй квартал по Штатам. То есть однозначно у нас эта неделя будет под эгидой блока новостей по доллару США. Поэтому в любом случае волатильность на всех инструментах будет, потому что все они котируются напрямую с долларом. Но по евро я все-таки больше станет вариантом, что буду добивать ниже. Поэтому для меня вот эта целевая зона, которую пока что цена еще не взяла, я думаю, что буквально если не сегодня, то завтра ее возьмут. А дальше уже будем смотреть. Возможно, отсюда если сделают какую-то внутреннюю кульминацию, то тогда уже можно будет говорить о каком-то откупе. Следовательно, по индексу доллара ситуация у меня похожая. В зеркальном виде, то есть добой выше, как раз в район приблизительно там 94-94 с копейками. Как раз пока в границах данного канала цена движется вниз. Я думаю, что так она примерно и останется. Протестировать могут верхнюю границу. И потом, здесь я с тобой полностью солидарен, не просто ниже 92, а в район 91. Именно здесь у меня находятся стратегические уровни по цене. То есть это не FIBA или еще там что-то. Это конкретно ценовые уровни еще из прошлого, которые были действительно очень значимы. Поэтому стратегическая цель по индексу доллара на 91 пункте находится. Но при этом, я думаю, что туда пойдут уже через коррекцию. Добьют коррекцию вверх и потом полноценно развернут вниз. Поэтому если брать с точки зрения стратегического анализа, то я с тобой согласен. Единственное, только в моменте, если риск все-таки еще по евро немного обвалиться ниже, и следовательно вырасти по баксу. Но стратегически тут я тебя поддерживаю. И касательно нефти. Пока у меня приблизительно вот такой сценарий. Единственное, только вопрос конкретно вот этой коррекции. То есть насколько глубокой она будет. Я лично в прошлую пятницу уже под вечер влил в себя пару бокалов вина, сидел, рассматривал как раз нефть. И что-то мне стало скучно. Я так подумал, а не попробовать ли ее купить. И как раз в этот момент происходил у нас пробой предыдущего минимума. И здесь находились опционные границы. Причем сейчас я уже их не воспроизведу. Они уже несколько другие стали. Но тем не менее, все равно весьма значимые опционные границы здесь были. Поэтому я так подумал, прикинул. Ну, можно попробовать. Думаю, если до конца дня хотя бы не подрасту, так, чтобы там до 42, чтобы мне перейти без убыток, то буду закрывать. Но в итоге пятницу закрыли здесь в районе вообще нормально. Так, 42,20 что-то такое. Поэтому кинул в без убыток и все, решил нормально. Пускай будет. Собственно, до сих пор сделка живая. Частично такое закрыл. И сейчас вот у нас по границам опционным видно, именно где верхушка находится. Поэтому я думаю, с этой области цена все-таки у нас попытается откорректироваться ниже. Вот единственное только вопрос в том, насколько ниже. Потому что здесь все настолько размазано. Если честно, мне не очень нравится картина по нефти. Потому что очень как-то все так сумбурно сделано. Ну, я думаю, в рамках даже вот такой самый банальный пример в районе такой трендовый запросто может скорректировать. Тем более, с учетом того, что нет даже поглубже. Примерно вот в район 42. И затем все-таки я больше за перехай и дальнейший рост. И здесь дело вовсе не в тропических штормах. На самом деле все эти форс-мажоры, они очень-очень краткодременно уносят характер. Их тоже очень много помню на рынке. И извержения вулканов, как происходили. Изучал историю, когда Вторая мировая была. Как рынок на это реагировал. Как на войну в Персидском заливе реагировал. Гитконт и так далее. И на самом деле выкупы просто сумасшедшие после этого происходили. Это именно касательно фондовых индексов. Касательно вот нефти, в принципе, ситуация чем-то аналогична. То есть все стихийные вествия, это очень кратковременно носят эффект. И позволяют по более выгодным ценам потом наоборот покупать. Так что, в принципе, нефть, я все-таки, по несколько вариантов у меня было и на прошлой неделе, позапрошлой неделе, да и месяц назад ничего не менялось. Что все-таки лонговый сценарий у нас в приоритете. Поэтому я лично больше за лонг по нефти. Единственное, только, возможно, вот такая внутренняя коррекция. Спасибо тебе, Денис, за точку зрения. Традиционно остается только наблюдать, следить. Итоги подведем в четверг. И я уверен, что перед самим выступлением Павла можно будет посмотреть индекс доллара. Тем более, что он точно будет звездой следующего четверга. Ну что тогда, хорошей тебе недели и до встречи в четверг. Всем пока. До встречи в четверг. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok